Привет, народ! Что, вы не устали еще читать чужой код на слайдах? У меня не будет ни строчки кода на слайдах, поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие. Я вам расскажу про мониторинг и про эффективность. Собственно, кто я вообще такой? Я DevOps-инженер в компании Arcadium. Arcadium – компания, она занимается разработкой интерактивного контента, и в том числе это игры, в том числе это браузерные игры. У нас есть один такой продукт Arcadium Arena, на котором вот как раз хорошо показать вот эту концепцию мониторинга. Значит, что это за продукт? Это веб-портал с браузерными игрушками, который, который этот портал мы даем своим клиентам, и они встраивают его в свои сайты, как бы как часть сайта, но на самом деле это хостится у нас на наших серверах. Пользователи заходят на их сайт, играют в браузерные игры, смотрят рекламу, и мы делим с ними ревиню от рекламодателей. Среди наших клиентов, вот я привел на слайде наиболее тех, которые могут быть вам знакомы, это в основном американские СМИ, американские европейские и всякие медиахолдинги. Значит, немножко цифр. У нас около 300 таких клиентов, около 900 доменов, на которых располагается наш продукт, то есть примерно 900 сайтов, на которых есть раздел с нашими играми. И у нас 800 тысяч в среднем daily players. Daily players – это люди, которые зашли на сайт и хотя бы раз в день поиграли в игрушку. Это все приносит деньги. Если есть деньги, значит, есть определенные требования по ответственности и стабильности этого продукта. Как это выглядит? Значит, как я сказал, это веб-портал с играми, ASP.NET-приложение, которое хостится на ИИСе. Часть функционала вынесена в микросервисы в облако. Сервера Windows Server 2016, виртуальные машины, они работают на Hyper-V. Hyper-V стоит на физических серверах, которые мы арендуем у хостинг-провайдера Rackspace и хостим в дата-центре в Dallas. Про команду IT. IT – это команда, которая занимается поддержкой продакшена и стабильностью всей платформы. В команде IT у нас целых три человека. Один из них я – DevOps-инженер и два системных администратора. У нас много задач в том плане, что это не единственный проект в компании. Есть другие проекты, которые тоже мы поддерживаем. Есть два офиса, в которых мы поддерживаем свои внутренние системы. Есть DevTest среды, в которых активно ведется разработка. Рабочий день у нас у всех с 10 до 7 вечера. При этом пик нагрузки обычно – это полночь по Москве, то есть когда мы все уже дома спим. Как вы знаете, обычно проблемы происходят именно под нагрузкой. У нас также есть выходные, у нас есть государственные праздники и у нас нет дежурных смен. Что это значит? Мы не дежурим по ночам и мы не работаем в нерабочее время. При этом у нас даже нет выделенных отдельно каких-то команд или людей, которые занимаются только мониторингом. То есть мониторинг – это одна из составляющих нашей работы. Как, собственно, все это работает? Как мы втроем поддерживаем Highload проекты? На самом деле все просто. Технологии, процессы и люди – это три вещи, которые вам надо совместить и правильно настроить, правильно построить всю эту работу, чтобы получился эффективный мониторинг. Я вам расскажу отдельно про каждое из этих направлений. И первое я расскажу про технологии. Чтобы заниматься мониторингом, вам нужна система мониторинга. Система мониторинга делает примерно следующее, как я нарисовал на схеме. Есть какой-то сервер мониторинга, он собирает данные, эти данные сохраняет в виде метрик, сохраняет в базу данных. Эти метрики обрабатываются по каким-то преднастроенным правилам. По этим правилам генерятся алерты, которые отправляются в системы нотификации и уведомляются системные администраторы о том, что происходят какие-то события в системе. Соответственно, системные администраторы потом идут на дашборды и смотрят вот эти метрики из базы. Это в принципе все, что делает любая система мониторинга схематично. И вы понимаете, в центре системы мониторинга лежит сервер мониторинга. Это такой коробочный продукт, который, собственно, вот это вот делает, то, что я расписал. Таких продуктов на рынке много. И на самом деле не суть важно, какой вы выберете. Общие правила, они применимы ко всем. Мы для себя выбрали Zabbix. Если кто не знает, что такое Zabbix, я не знаю, здесь есть кто-нибудь, кто не знает, что такое Zabbix? Тогда довольно кратко. Это open-source решение на рынке 2001 года. Это универсальный комбайн, у которого много функций, которые многие из них вам, наверное, никогда не понадобятся. Он легко расширяемый, встраивается в другие системы, подключаются к нему другие системы очень легко. Он тюнится под задачу, как любой универсальный комбайн. И у него есть такое одно свойство забавное. Он очень плохо работает из коробки. Что я имею в виду? Нельзя просто так взять и поставить Zabbix и сказать, что у вас есть мониторинг. Это так не будет работать. Почему? Потому что, как я сказал, это очень универсальное решение, и оно должно кастомизироваться под ваши конкретные задачи. На самом деле можно долго рассказывать про то, как настраивать Zabbix, как делать это правильно и эффективно, но на это уйдет не один час. Поэтому я вам расскажу базовые вещи, что нужно сделать, на что обратить внимание, чтобы начать им пользоваться нормально. Первое, что нужно сделать, это настроить зависимости триггеров. Второе, настроить recovery expressions и настроить пороги срабатываний. Это может для кого-то показаться банально, но для многих это не очевидно, потому что, собственно, никто не говорит, что вообще это надо делать. Из коробки вам что-то дают, и оно как-то работает. Но если вы этого не сделаете, я вам говорю, даже не пытайтесь пользоваться Zabbix. Вы либо будете страдать потом, либо просто выкинете его через месяц и будете всем рассказывать, что Zabbix плохой и не работает. Но на самом деле это не так. Я сейчас быстро расскажу, что нужно сделать в этих направлениях, без особого углубления в детали. Настроить зависимости. Они же trigger dependencies по терминологии Zabbix. Что это значит? Если у вас много метрик, например, как у нас. Мы любим, когда много метрик, когда все-все-все собирается, данные обо всем, пока не закончилось место на диске, но это тоже есть метрика своя, то когда вы настраиваете оповещение, скорее всего об одной и той же проблеме вы можете узнать различными способами. Например, если у вас упал сервер, вы, скорее всего, получите оповещение о том, что сервер не пингуется, что недоступен агент на сервере, что недоступна служба веб-сервера на этом сервере, что недоступен сайт, там и еще может быть 100-500 различных уведомлений. Это, естественно, неправильно. Почему? Потому что тут важно понять такую концепцию. На каждую проблему должно быть одно оповещение. Вот только тогда это будет работать эффективно. На каждую конкретную проблему должно быть конкретное оповещение о том, что конкретно произошло. Для этого в Zabbix есть механизм зависимости триггеров. Он позволяет что сделать? Не отображать зависимые проблемы. То есть если их сгенерировалось несколько, то он показывает самую корневую, которая является основной причиной. Вот это скриншот с реальной системы и моего инбокса. Когда у нас мониторинг был настроен плохо, как пример, вот что здесь происходило. Падал VPN до дата-центра, и я сразу получал, не знаю, штук 50, наверное, сообщений о том, насколько все плохо. Естественно, тут нельзя было ничего понять. И с таким мониторингом вы вообще не будете понимать, что происходит в вашей системе. Это будет как вот мальчик, который кричал про волков, вы потом вообще перестанете на мониторинг реагировать. Так что trigger dependencies настраивайте обязательно, в первую очередь. Потом пороги срабатываний. Что это значит? Вот 45 это много или мало? На самом деле это зависит от вашей системы и от конкретных ваших нагрузок, от того, что у вас. На самом деле, вот вы когда ставите Zabbix, в нем есть какие-то так называемые темплейты, в которых определены какие-то метрики и определены какие-то пороги срабатываний. Вы также можете скачать с Zabbix Share какие-то различные другие шаблоны под различные системы. Вот под все в мире уже, наверное, есть шаблон в Zabbix. Но он будет настроен не для вас. Он будет настроен для того, кто его делал. И пороги срабатывания будут именно для той системы, для которой это все настраивалось. Поэтому для вашей системы вам нужно определить самостоятельно, что для вас является критическими значениями. По-хорошему вообще провести какие-то нагрузочные тестирования либо как-то поломать какие-то компоненты системы, посмотреть, что происходит, чтобы определить, какие конкретно значения метрик для вас являются критичными. Профис здесь какой? Реагировать на проблемы вовремя, не до того, как проблема еще может быть и не возникнет, и не после того, когда уже поздно. И последняя из этой темы гистерезис, он же recovery expressions. Что это такое? Вот допустим, вы определили пороги для ваших метрик, и все как бы хорошо. Но по умолчанию, если гистерезис не настроен, вы получите примерно следующее. Вот здесь нарисовано, допустим, 85% использованной памяти. Это порог срабатывания. Очень часто может быть такая ситуация, когда метрика начинает прыгать вокруг этого порога туда-сюда. Это называется флаппинг. Получается, на каждое вот такое пересечение вот этого порога, вверх или вниз, вы будете получать сообщение о том, что либо все хорошо, либо о том, что все плохо. На самом деле проблема, она как возникла вот здесь, так вот до самого конца, она никуда не пропала. И опять же, вы будете получать кучу ложных срабатываний, которые подрывают доверие к вашей системе мониторинга, и вы потом перестаете на нее реагировать. Значит, recovery expressions обязательно нужно настраивать. Раньше, когда, не помню, до 3.0, по-моему, за Абекса, не было отдельного поля для настройки recovery expressions в триггерах, их можно было настроить, но надо было писать такое хитрое выражение в самом теле триггера, кто знает, тот помет. Там был вынос мозга, и вообще не всегда можно было понять, что там, как это сделать. Потом с версии, по-моему, 3.0 они сделали отдельное поле, но почему-то они в своих дефолтных темплейтах, которые дают сразу при установке Абекса, забыли его заполнить. И как бы возможность написать recovery expressions была, но их не было по умолчанию. В общем, проверьте, если у вас Абекс, что вы этим пользуетесь. Если не пользуетесь, то обязательно разберитесь, как это делать. Профит здесь устранить флаппинг. Так, окей, вы настроили Абекс по минимуму, как я сказал. Дальше вы собираете метрики. Какие метрики мы собираем у себя в компании для конкретно вот этого продукта, про который я рассказываю. Мы, как я сказал, любим, когда метрик много, поэтому мы собираем все, до чего дотягиваемся. Мы собираем метрики доступности сервиса, собираем метрики доступности хостов и серверов. Хост и сервер это в Абексе не обязательно одно и то же. Хост это может быть какая-то виртуальная сущность. Собираем метрики доступности приложения и собираем метрики производительности. Производительности приложения, производительности серверов. И также важно следить за дополнительными частями системы, которые напрямую к продукту не относятся, но могут на него влиять, как, например, служба репликации, служба Active Directory и так далее. Про что этот слайд? У нас на самом деле два Zabbix. Почему их два? Потому что если вы посмотрите на систему вот так, кажется, что все хорошо. Как у нас вообще изначально было? Вот у нас был production в нашем дата-центре и был Zabbix на тех же серверах, на отдельном сервере, в том же дата-центре, в той же сети. Отдельная виртуальная машинка, которая смотрела на production сервера, собирала с них метрики, она близко к ним, никакой латности, короче, все хорошо. Но на самом деле нет, потому что пользователи-то у нас не в нашем дата-центре сидят. Пользователи находятся где-то далеко и между нашим продуктом и нашим пользователем есть еще много каких-то таких слоев, на которых могут возникнуть проблемы. В частности, это наша сеть, наша маршрутизация, сетевой балансировщик нагрузки, firewall, content delivery network и даже служба DNS. На всех этих участках могут возникнуть какие-то проблемы, которые вы не обнаружите, если мониторинг у вас вот здесь, рядом с продакшеном. Это можно обнаружить только извне. Поэтому что мы сделали? Мы поставили еще один Zabbix сервер в облаке, который смотрит на наш продукт как бы со стороны пользователя. Этот сервер, он делает совсем не то же самое, что и основной Zabbix сервер, он делает только определенный скоп проверок. Он проверяет, что можно разрезолвить DNS имя. Как я сказал, у нас более 900 доменов, которые управляются не нами. То есть доменное имя настраивает наш клиент, и оказалось, что это вообще одна из чуть ли не основных проблем. Потому что очень часто клиенты что-то пропаривают, они забывают создать DNS запись, они удаляют не ту DNS запись, у них там ломается DNS сервер. Например, какие-то такие проблемы возникают, которые вообще не на нашей стороне, но они влияют на доступность нашего продукта и, соответственно, на наши прибыли. Поэтому мы это тоже проверяем и уведомляем клиентов, если какие-то проблемы на их стороне. Также следующее проверяется возможность соединиться по TCP с веб-сервером. Потом проверяется код ответа HTTP и проверяется наличие ключевого слова в теле ответа. Почему вообще так? Почему вот эти проверки? Потому что это Zabbix может делать по дефолту. В нем есть такая штука, как веб-чекс. То есть вы просто забиваете в URL. Мы это, кстати, делаем автоматически. Мы в базу Zabbix через API закидываем все наши URL из нашей базы данных. И он проверяет своими стандартными веб-чеками все эти URL. И получается, что мы здесь детекируем все эти уровни, на которых может возникнуть проблема. То есть резолвится ли DNS имя, можно ли подключиться к веб-серверу. Отдает ли веб-сервер правильный ответ, потому что, допустим, он может быть доступен по 80-му порту, но он может вам отдать 404-ю, может отдать 503-ю, может даже отдать HTTP 200, но там будет пустой респонс или какая-то внутренняя ошибка продукта. Эти вещи надо обязательно проверять. И получается, таким образом мы сделали это довольно дешево и просто. Это очень просто настраивается и маленький серверочек в облаке, который стоит недорого. Далее расскажу вам про визуализацию метрик. В Zabbix есть несколько способов визуализировать метрики. В частности, это графики, это карты. И ко всему этому мы еще поставили графану для дашбордов. Почему я вообще заостряю внимание на визуализации? Потому что, когда у вас происходит какая-то проблема, вам нужно оперативно посмотреть, что происходит в системе. Поэтому вам нужны понятные, удобные механизмы, как определить, что там конкретно происходит. Расскажу вам про карты. Что такое карты? Карты в Zabbix это такая штука, на которую можно нанести визуальное представление хостов, их взаимосвязи и у них будут меняться какие-то статусы в зависимости от того, есть ли с ними проблемы или нет. Не знаю, понятно, не понятно, но покажу вам пример. Это высокоуровневая карта нашей сетевой топологии. Есть дата-центр, есть два офиса и сетевые устройства. Сам Zabbix сервер, Zabbix прокси. Сразу открыв эту карту, я вижу, что, например, вот в Нью-Йоркском офисе есть две какие-то проблемы. Или вот на этом скриншоте я вижу, что Postgres недоступен на продакшене и при этом недоступен канал до Краснодара. Очень просто, я не разбираюсь, что этот триггер конкретно означает, я просто открываю карту и сразу мне все видно. Это ускоряет время реакции. Также на картах можно представлять какую-то логическую топологию, например, как сервера взаимодействуют между собой. Либо же вот так наши DBA видят в продакшен-кластер MS SQL сервера. Даже я, не будучи DBA, открыв вот эту карту, могу, в принципе, увидеть вообще хорошо у нас на продакшене с базами данных или нехорошо. То есть еще раз смысл здесь, быстрее определять, где проблема. Далее, графана. Зачем нам графана, если в Zabbix есть графики? На самом деле, как я сказал, у нас два Zabbix сервера и просто невозможно физически в одном Zabbix сервере показывать графики с двух Zabbix. Нельзя так сделать. В графане можно. У нее есть огромное количество источников, из которых можно показывать метрики. И в частности, что мы делаем? Мы на один дашборд выносим данные из внутреннего и внешнего Zabbix, плюс можем докинуть туда какие-то еще дополнительные данные, например, там метрики перформанса, какого-нибудь там лидерборд сервиса, который в облаке хостится. Это очень удобно. Плюс в графане есть больше типов визуализации в принципе, чем в Zabbix. И в графане есть шаблоны. То есть один раз настроив вот этот дашбордик, я могу менять хосты, с которых выводятся метрики, а дашборд как бы не изменять. Ну и просто это красивее. Кто пользуется Zabbix, он знает там графики, как из прошлого века, и это просто неудобно на них смотреть. Окей. Оповещение. Как у нас построено оповещение? У нас и на одном, и на втором Zabbix настроено это одинаково. И какие вообще каналы оповещения у нас есть? У нас есть email, Microsoft Teams. Это корпоративный чат от Microsoft, типа как Slack только от Microsoft. SMS были, но мы их выкинули. Вместо них у нас теперь Telegram. И PagerDuty это сервис звонилка, который, чтобы роботы вам позвонили в случае какой-то проблемы. Email. Кратко расскажу про каждый. Email это такое максимально подробное представление о том, что случилось. Дальше. Чатики. В чатиках есть такая хорошая штука, как каналы. Вы можете создать каналы для различных типов уведомлений. Например, там проблемы на продакшене, не на продакшене. Или проблемы с датабейс-серверами. Пусть только DB их читают. И также можно обсуждать проблему сразу же под уведомлением о ней. То есть вам что-то прилетело, и вы сразу с коллегами начинаете обсуждать, что это вообще такое. Очень удобно. Это повышает скорость реакции. СМС, как я сказал, они у нас были. Мы пользовались внешним сервисом. Это приводило к задержкам доставки. То есть СМС могла вообще прийти на следующее утро о том, что продакшен упал. Это было ненадежно. Они вообще могли не прийти. За них нужно платить. И ладно бы за них просто надо платить, так еще надо поддерживать деньги на аккаунтах, на которые должны СМС-ки приходить. Если вы пропарили, что там деньги закончились, СМС-ки не придут. И от СМС мы отказались в пользу Телеграм. Чем хорош Телеграм? Он нейтив для телефонов. Очень удобно на нем на телефоне смотреть уведомления. Заменяет СМС. Работает всегда, когда есть связь, и когда Роскомнадзор не сходит с ума. Есть групповые чаты. То есть вы можете создать группу, добавить туда всех людей, которые должны получать нотификации. И все читают одно и то же. Плюс там можно как-то координироваться в случае проблем. Вот эта ссылочка на скрипт, который позволяет очень удобно из Zabbix отправлять сообщения в Телеграм. PagerDuty. Как я сказал, это звонилка. Она позволяет Zabbix позвонить нам на телефоны в случае каких-то критичных проблем. В ней есть расписание, эскалация. В общем, можно настраивать различные пути прохождения звонка в зависимости от времени, от доступности людей и так далее. Это было все про технологии. Теперь я расскажу вам про процессы, которые вокруг этих технологий завязаны. Первое, что важно. Мы приоритизируем проблемы по типу. Как мы это делаем? В Zabbix есть такая штука, как теги. Теги позволяют протегировать триггеры и хосты. То есть те сервера, на которых происходит проблема и тип проблемы. Мы используем следующее. Мы используем Tag Environment. Это позволяет определить, в какой среде проблема возникла. То есть у нас есть три среды. Testing, staging и production. Плюс ко всему этому мы разделяем сервера по проектам. Проекты, продукты. Это одно и то же, к какому продукту относится вот это вот сообщение. Что это позволяет сделать? Вот, допустим, у меня есть триггер о том, что процессор сильно загружен. Если это проблема… Ну, это пример абстрактный. Допустим, да, вот эта проблема произошла в тестовой среде, я получаю email. Эта же проблема от этого же триггера произошла в staging среде, я получаю дополнительно оповещение в Telegram, могу оперативнее среагировать. И эта же проблема произошла на продакшене. Ко всему прочему я получаю телефонный звонок. Далее. Приоритизация по важности. Важность, она в терминах забекса называется severity. Мы используем несколько типов, я их не буду все зачитывать. Суть здесь в чем? Одна и та же проблема, точнее не так, разные проблемы имеют разное влияние на ваш продукт и на его доступность. Поэтому на различные типы проблем нужно по-разному реагировать. В итоге это дает следующее. Вот сочетая вот эти два фактора, теги и severity, вы можете однозначно определить, насколько критична эта проблема. То есть критична ли эта проблема как таковая, то есть там, допустим, сервер недоступен, да, и на критичном ли сервере это произошло, потому что если, допустим, недоступен тестовый сервер, то это не так важно, как недоступен продакшен сервер. Решение проблем. Тут на самом деле надо понимать, что возможны два варианта. Первый – это некритичная проблема в некритичном месте, тогда она как бы просто решается без каких-то там особых процедур. Но если у вас горит продакшен, то требуется однозначно как бы определить процедуру, что происходит, как вы будете решать эту проблему. Как мы у себя делаем? Мы собираем так называемый War Room, создаем чатик в Teams, добавляем туда всех, кто занимается трэблшутингом этой проблемы. При этом это не только IT, туда могут входить все, кто может помочь в решении этой проблемы. Это могут быть разработчики, это могут быть DBA, какие-то еще специалисты, которые нам нужны. То есть мы в одном месте сразу собираем всех тех, кто занимается этим. Плюс мы устраиваем конференц-кол, как я сказал, в основном критичные проблемы случаются под нагрузкой. Нагрузка у нас ночью, соответственно, мы уже все не в офисе, поэтому надо оперативно коммуницировать друг с другом, не чатиться там текстом, не читать длинные вот эти переписки, а все сразу созваниваемся и разбираемся, кто что делает. И это важно определить сразу, кто что будет делать. Почему? Потому что если вы этого не сделаете, то у вас получится такое, что либо все делают одно и то же, либо кто-то что-то не делает. То есть все пошли смотреть логи, но никто не пошел смотреть в базу и вы что-то пропустили. И обязательно после всего этого проводить пасмортен, не только в плане того, что же вообще была за проблема в продукте, а еще и в плане того, правильно ли вы все делали, правильно ли вы реагировали, решали эту проблему и нужно ли вам что-то улучшить. Окей. Еще про реагирование на проблему. Заведите список известных проблем. Что это такое? У нас такой список ведется в Вики. Выглядит это примерно так. То есть это как бы кусочек страницы, за скриншотинг. Название триггера, как он прям в забегсе называется. То есть вот этот текст вам придет в смс, в телеграме, и вы сразу можете по нему найти в Википедии, что это такое. Там же есть описание, что это вообще, о чем это сообщение может быть не сильно понятно из названия. Есть способ проверки. Для чего нужно описывать способ проверки? Во-первых, всегда может быть false positive. Как бы вы не старались оттюнить все эти вещи в забегсе, всегда может быть какой-то false positive, и вам обязательно нужно проверить, действительно ли проблема вот сейчас, прямо сейчас она существует. И способ проверки должен быть описан настолько понятно и подробно, чтобы, ну не человек с улицы, а вот ваш коллега, который не работает на этом проекте, или не знаком с какой-то технологией, мог это проверить. То есть если вы, да даже вы сами, вот если вас в 3 часа ночи поднять, вы не захотите вспоминать, какие команды там в консоли надо писать. Вы захотите открыть вот этот мануал, скопипастить команду, и однозначно узнать, да или нет. Также подробно должен быть описан способ устранения проблемы. То есть я здесь говорю именно про те проблемы, которые известны, и известно, как их устранять. Какой здесь смысл? Быстрое решение проблемы в нештатной ситуации, и человек не в теме, он должен знать, что делать. Может возникнуть вопрос, если известно, как устранять проблему, почему мы ее вообще не решили? На самом деле есть такой класс проблем. Например, вот если недоступен веб-сервер, вы перезапустите веб-сервер, скорее всего все заработает. И это вам как минимум поможет поднять продукт, и уже дальше потом начать разбираться, когда продукт не лежит. Либо же могут быть такие, такой класс проблем, как, например, у вас бага в продукте. У вас есть бага, и они известны, известно, что с ней делать, но разработчики ее еще не починили. И какое-то время вы с этой багой живете, при этом вы понимаете, что нужно сделать, если возникает проблема. Расскажу на нашем примере. Как-то в прошлом году мы обновляли одну из технологий в нашем продукте, и продукт под нагрузкой, именно вот серьезной нагрузкой, просто так это не проявлялось. он начал течь по памяти и крэшил аппликейшн пулы в ИИСе, и они потом как бы пытались перестартовать, но через время падали насовсем, и не поднимались, и нагрузка росла уже на остальные сервера, и вот так как бы лавинно все это заваливалось. Решение здесь было очень простое. Надо было зайти на сервер, вывести этот сервер из балансировки, перезапустить на нем ИИС, и ввести его обратно, и все, он мог жить до утра. Вот эти… Такая ситуация может быть везде, не только как бы конкретно такая, но вот что-то, что можно быстро сделать и починить до утра, и все, и оно дальше поработает какое-то время, пока вы уже придете на работу со свежей головой и сможете это починить. Окей. Еще про реагирование. Как я сказал, мы разделяем проблемы по типам, как бы… Что тут имеется в виду? У нас… Мы не работаем по ночам, но проблемы могут случиться ночью. Поэтому мы не хотим просыпаться ночью от некритичных проблем. Мы хотим просыпаться ночью только когда лежит продакшн. Если что-то случилось, но это не ведет к потере доступности, например, там у нас N десятков серверов и пять из них перестало работать, остальные выдержат до утра. Это, конечно, важно, этим обязательно надо заняться, но это можно сделать утром. Для этого не обязательно просыпаться ночью. Поэтому мы для себя решили, что роботы звонят нам только когда проблема класса дизастер, то есть продукт недоступен, и когда проблема на продакшн. Но при этом вы должны однозначно рассортировать свои уведомления, чтобы не было false positive. То есть смысл здесь не просыпаться ночью при некритичных проблемах. Что еще важно? Имейте инструкции по восстановлению. Восстановление из бэкапов, редеплои, релиза, и обязательно проверьте, что у людей, которые будут это делать, вообще есть доступ к этой системе. Потому что обычно про это забывают. Профис здесь какой? Быстро восстановить разботоспособность, а потом разбираться. Когда это важно? Вот, например, вы начали трэблшутить какую-то проблему, продакшн у вас лежит, но у вас не получается быстро его поднять. Просто откатитесь. Откатите бэкап, либо откатите предыдущий релиз, и все, почините продакшн до утра, пускай он работает, пускай новая фича исчезнет, но зато вы потом с утра придете и сможете уже разбираться, не теряя деньги вот в данный конкретный момент. Далее. Последняя составляющая успеха – это люди. При этом это может быть самая сложная часть, но тут надо понимать вообще, что ради чего. Как я сказал, у нас три человека в команде, и нам приходится идти на определенные компромиссы. Например, мы договариваемся, кто когда уходит в отпуск. Мы договариваемся, кто когда уезжает из города. Идея в том, что все должны… кто-то всегда должен быть на связи. Команда не должна остаться ни с кем. При этом у всех есть ноутбуки, если мы куда-то уходим. У всех настроен VPN. И еще такой лайфхак – заведите какой-то джамбок себе в дата-центре, если сервера не у вас. Например, у вас есть ноутбук, но вы можете не иметь на нем всех каких-то тулзов для трэблшутинга, каких-то консолей, каких-то преднастроек. При этом вот у меня так, у меня маленький ноутбук с собой лежит. Я могу подключиться к VPN и зайти либо на свою рабочую машину, но она, например, может быть выключена. Тогда я подключусь к этому джамбоксу в дата-центре, и там все есть, там все настроено. Я прямо с него могу уже разбираться и иметь доступ во все свои системы. И также нельзя забивать на алерты. То есть надо понимать, что никто, кроме вас. Если вы будете не реагировать на критичные уведомления, то, может быть, никто этого и не сделает. И просто продукт будет лежать, и компания будет терять деньги. Лайфхак. Шаренный календарик. Мы отмечаем здесь, когда мы потенциально будем недоступны. То есть, допустим, вот 9-10 у меня конференция, я буду не в городе, и, наверное, буду без связи. Поэтому я заранее ставлю себе в этот календарик эти два дня, и мои коллеги уже могут планировать свои выходные, исходя из этого. То есть кто-то должен будет быть в городе. Это не значит, что кто-то должен все время сидеть и смотреть в метрике на дашбордах или вообще сидеть в офисе. Просто человек не должен уезжать или оставаться без связи в это время. Поэтому надо договариваться между собой, как это вообще будет происходить. Идея здесь какая? Минимизировать пропуски проблем. Далее. Нужно наладить взаимодействие с другими командами. Как я уже сказал, к трэблшутингу могут подключаться и зачастую подключаются люди из других команд. Это разработчики, DBA, либо еще кто-то. И, во-первых, вам надо знать, кто эти люди конкретно. Вот по именам и знать их номера телефонов. Лучше записать это в одном месте. При этом еще надо договориться с самими этими людьми. Люди должны понимать, что их могут разбудить в 3 часа ночи и они должны будут вам помочь. Потому что в конечном итоге это как бы общие деньги. Это деньги, из которых платится вам зарплата. Как вы это решите? Тут уже нет готового решения. Договаривайтесь между собой, между своими командами. Кто-то должен быть готов взять трубку ночью, когда раздастся звонок. Профит здесь собрать трэблшут тим, когда это необходимо. Это, по-моему, мой последний слайд про риски. Что здесь важно? Важно понимать, что что бы вы ни сделали, все равно есть какой-то риск. Есть риск, что будет даунтайм продукта. Есть риск, что вы будете пропускать проблемы. Есть риск, что проблема может решаться долго. При этом эти риски надо принимать, потому что, естественно, команда из трех человек, ну, не может всегда быть онлайн. Есть варианты, что какая-то проблема будет решена не вовремя. Эти риски должны приниматься бизнесом. Не вами, не там начальником IT, не начальником отдела разработки, а именно бизнесом. Только он может решить, принимает он эти риски или нет. Как мы у себя сделали? Когда была такая ситуация, и продукт начал часто падать, бизнес пришел к нам и спросил, ребята, что мы можем сделать вообще? Что вам нужно или что не так? И мы вот предложили вот такую схему. Вот все, что я рассказывал вам до этого. То есть мы улучшаем наши технологии, улучшаем наши процессы, улучшаем коммуникацию, но при этом все равно какой-то риск определенный есть. Все равно мы не сможем гарантировать какой-то супер SLA. И другой вариант. Мы можем заморочиться и придумать, как сделать вообще поддержку 24 на 7. То есть мы можем часть заоутсорсить, можем вообще заоутсорсить мониторинг, можем нанять еще людей себе в штаты, организовать дежурные смены. И это будет стоить вот столько-то. То есть вот с одной стороны мы делаем все своими силами, минимизируем риски, как только можем, но риски есть. Либо с другой стороны все будет супер, но это будет стоить вот таких-то денег. И бизнес принимает решение. Вот только так это будет работать. Если вы не договоритесь с бизнесом, то вы будете крайними. Да. Профит, баланс между стоимостью поддержки и стабильностью продукта. Все. Это был последний слайд. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, спрашивайте. Либо пишите мне. Я всегда рад вам ответить на какие-то ваши вопросы. Так. Есть вопросы? Окей, окей. Бегу. Спасибо за доклад. Я так понял, нету системы инцидент-менеджмента у вас. То есть, например, если там сервер отвалился, там по TCP, это может как-то с сетью связано, так же, как и либо в сервер приложений упасть. Вы не все же обоих команд, допустим, сетевиков и там разработчиков поднимаете? Какую-то одну. У нас нет сетевиков и разработчиков, получается, мы поднимаем только, когда это нужно. То есть, если мы видим сами, что мы не справляемся без них. Но вы создаете, значит, какой-то чат на конкретную эту проблему, в которую описывают каждый свои логи, прикладывают, да? Чтобы как-то другой член уже, там, или дебатом, допустим, посмотрели, по логам увидели, что у них там все в порядке. Это it depends. Ну, то есть, каждая подсистема там ответствует, ну, каждый член команды ответствует свою подсистему. Да, да. Но каждый доказывает, что у него в порядке, а у того, допустим, говорит, у меня в порядке. То есть, не могут прийти вы, эскалируйки, вопрос выше, получается. У нас нет такого, как бы, пинг-понга, перекладывания ответственности. То есть, если дебей говорит, что с сервером все хорошо, и с базой все хорошо, ну, значит, мы ему верим. Зачем ему врать? Ну, либо я не так вас понял. Если у вас метрика была, как бы, вы смотрите, если продукт упал, вы там, как бы, его расцениваете, что это уже критически. А с этим продуктом, например, никто не пользуется в данном моменте, или там пять человек пользуются. Если продуктом никто не пользуется, мы его просто не… Ну, пять человек, одну игрушку запустили, да, как бы, это не критично. Я считаю, что пять человек, ну, не поиграют в этот продукт. Я вас понял. Как бы, это тоже надо учитывать, наверное. Продукт, он комплексный, игрушка не падает отдельно. То есть, если падает, то падает все. То есть, в сервер-приложении как бы падает весь продукт, и все недоступно. Понятно. Если отдельная игрушка не работает, то это тестировщики автотестами отдельно, там, это отдельный флоу, как они это находят. Ясно, спасибо. Нет, все. Давай, сейчас, секундочку. Спасибо за доклад. У вас было на слайде, проблема показана, когда флапивает прыгающая ошибка. И вы сказали, что она уже появилась, и то, что оно шлет кучу сообщений, хорошо-то плохо, то есть, это проблема и выдумление, и проблема, то, что ошибка все равно есть. Я не совсем понял, как этот инструмент помогает решить эту ситуацию. Или как-то он, и при первом появлении, или при начале таких скачков, он замораживает проблему, и больше не выдумляет, просто говорит, что она есть. Да, вот этот момент. Проблема возникает, пример абстрактный, да? Когда свободной памяти меньше 85%, наоборот, когда занято больше 85% памяти в течение 10 минут. Это описание проблемы. Как сделать recovery expression? Проблемы нет, когда свободной памяти не менее 50% в течение получаса. Все. Это абсолютно другое условие. Вот этот флаппинг вы полностью исключите. То есть, если он запомнил, что оно выпрыгнуло, и если через 10 минут оно еще раз выпрыгнуло, все он считает это проблемой. Я правильно понял? Вы просто… Ну, у вас получается два порога. Один порог, когда проблема, другой порог, когда окей. И плюс еще интервал времени на это накладывается. То есть, если метрика прыгает вот так, то она, тот порог, после которого считается, что проблемы нет, она не пересекает. Спасибо. Так, еще вопросы. Спасибо за доклад. Такой вопрос. А если проблема не на вашей стороне, но она класса дизастр, допустим, тот же DNS отвалился, вам как, звонят на звание, это вы решаете со своей стороны, или же это вы забиваете, или вам не приходят алерты? Если отвалился DNS, вы имеете что? DNS-запись, да, например, на наш продукт. Это проблема конкретного заказчика, это не ведет к недоступности всего продукта, это ведет к недоступности конкретного сайта, конкретного заказчика. Обычно крупные заказчики, как вот те, которые были на первом слайде, там CNN, HSN и так далее, у них у самих есть свой мониторинг, и они за своими DNS-серверами следят хорошо. А если это какой-то небольшой заказчик, у которого проблема с DNS-ом, то уже мы ему пишем, что, чувак, мы как бы теряем наши совместные деньги из-за того, что ты там что-то пропарил. Еще вопрос давайте. Вы подсказывали, что спереди был вопрос. Нет? 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 А вот, вот, вот. Спасибо, Жень, за доклад. Интересно очень. У меня несколько вопросов. Скажи, а как настроили зависимости триггеров? Они, получается, у вас в одном шаблоне? Нет. У нас есть слинкованные шаблоны и не слинкованные, и базово. Это так работает. Нет. Сейчас я даже не этот слайд покажу, а другой. Я просто могу ошибаться и забываться. По-моему, зависимости в шаблоне могут быть только между вот этим, ну, одним шаблоном. Если между разными шаблонами, то это надо вручную как-то настраивать. Или я… Да, да. Ну, там многое настраивается вручную. Базово так. Все метрики хоста… Где у нас тут хост? Ну, допустим, вот это был бы хост. Все метрики хоста, триггеры, зависят от доступности агента на хосте. То есть, если агент недоступен, то, естественно, все, что за ним собирается, нет смысла на это реагировать. Доступность агента зависит от доступности сервера по ICMP. Доступность сервера зависит от доступности шлюза, который перед ним стоит. Ну, как-то так. А вообще, ну, много узлов в Zabbix? Вручную настраивать? Я не знаю. Много, мало. Или каким-то скриптом? У нас вот в том записи, который internal стоит в дата-центре, там в основном все вручную настроено, потому что у нас как бы не сильно меняется вообще структура. Там мы сервера не добавляем туда-сюда каждый день. А тот Zabbix, который вовне, который делает веб-проверки, мы сделали скрипт, я написал, который из нашей базы SQL выгружает все DNS имена и загружает через опишку вот в тот Zabbix. Каждый раз в день. Это был следующий вопрос. Либо удаляет старые, либо добавляет новые. То есть домены вы храните в своей бате отдельно? У нас есть база, там это отдельный замут. Грубо говоря, есть откуда выгрести все домены. И, соответственно, мы можем просто их взять и списочком в Zabbix пульнуть. А домены создаются как отдельные айтемы? Или, ну, в смысле, как веб-чеки? А, как хосты. Ну, то есть не Discovery. Не Discovery для доменов используется? Нет, не Discovery. Домен это хост. Хост добавляется в группу и в темплейт. У этого темплейта есть веб-чек и все, этого достаточно. Что касается доменов… Можно вручную на уровне макроса хоста переписать ключевое слово. А, отлично. Что касается мониторинга доменов, мониторите expiration date? Нет. Ну, то есть… Сертификаты мы мониторим, expiration сертификатов, а доменов нет. А, еще хотел сказать, графики… Ну, просто, я не знаю, может быть, в курсе Zabbix и в четвертом, они… Я знаю, но у нас Zabbix 3.2 и мы не спешим обновляться. Как бы вот с вот этим всем, что мы накрутили сверху, у нас, в принципе, все устраивает. Просто в четвертом там уже чуть ли не полностью графана в виде… Ну, ты, может быть… Мы планируем до него добраться, но, я как говорил, у нас куча задач, помимо мониторинга, и это не так быстро. Пока оно работает, лучше не трогать. Я согласен полностью. А какие-то, ну, как бы, лайфхаки, ну, не лайфхаки, а, можно сказать, оптимизации используете? Типа там, кластеризация Zabbix сервера, там, база данных там какая-то в кластеризации? Кластеризация нет, Zabbix база у нас в Postgres, Postgres там отдельный. Она отдельно от Zabbix сервера? Отдельно Postgres сервера стоит, да. А, то есть отдельно прямо… Да. Там тоже много с ним геморроя было. Много всяких там тюнингов, лайфхаков, но они такие довольно специфичные. Ну, если интересно, что-то там конкретно уже потом спросишь. Ну, давай сейчас что-нибудь сломаю, покажу. Шутка. В смысле, каким голосом? Робо-женщина, я не знаю, какой у нее голос. Суровый голос, голос поломанного продакшена. Мы не даем именно роботам, не привязываемся к ним. Чего? Да. А это адреса доступны только из интернерной сети, можете пробовать, ничего не увидите. Это уже про тему безопасности, да? В общем, спасибо за заклад. Еще раз давайте поблагодарим спикера. Спасибо. 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 Спасибо.